Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать вместе с вами книгу Псалтырь и урок наш называется Бог слышит и избавляет. А сегодняшняя тема Бог прибежище в скорби. Мы продолжаем рассматривать те псалмы, которые говорят нам о Божьей защите и о Божьей заботе в нашей жизни. И сегодняшняя тема посвящена временам скорби, трудностей, переживаний и каким образом Бог является нашим помощником в такие времена. Давайте мы просмотрим, прочитаем несколько текстов Священного Писания, именно книги Псалтырь, на эту тему. Псалом 16, с 7 по 9 стихи. Яви дивную милость твою, спаситель уповающих на тебя от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых нападающих на меня, от врагов души моей окружающих меня. Посмотрите, на что уповает здесь псалмопевец, рассчитывая на Божью защиту, Божью заботу. Яви дивную милость твою. Он уповает, рассчитывает на Божью милость. И вы, когда у вас в жизни происходит что-то, и вы чувствуете себя недостойными Божьего вмешательства, защиты, вы можете свободно, спокойно молиться и просить о том, чтобы Господь был рядом, чтобы Он помогал и защищал, потому что Бог милостив. Попросите Его о милости по отношению к вам и рассчитывайте на Его помощь. Следующий псалом, 30-й, со 2 по 4 стихи. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое. Поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыню, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. На что рассчитывает здесь псалмопевец, мы видим на правду Божию, на Божью справедливость, на Его праведность. И поэтому, если вы чувствуете, что по отношению к вам поступает то-то несправедливо, или обстоятельства так несправедливо разворачиваются в вашей жизни, то вы можете взывать к Богу справедливости и просить о том, чтобы Он вмешался и восстановил справедливость в вашей жизни. Следующий псалом, 90-й, прочитаем с 1 по 7 стихи. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита мое, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Итак, здесь мы видим, что псалмопевец рассчитывает на Божью защиту, потому что Бог любит защищать. И посмотрите, какие образы используются в этих псалмах, чтобы описать божественную заботу и защиту. Вот, например, в 16-м псалме говорится «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». В 30-м псалме говорится «Будь мне каменную твердыню, дом-прибежище, каменная гора, ограда моя». В псалме 90-м «Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его». И вы можете обогащать свой молитвенный язык, свой лексикон этими словами и выражениями «Господи, ты твердыня моя, избавитель мой, ты щит мой, скала моя, ты защита моя, крепость моя, ты крыльями своими осеняешь меня, ты покрываешь меня, Господи, в твоих объятиях я укроюсь от бед и опасности этого мира». Вы можете говорить этими словами, обращаться к Богу, высказывая свое доверие к Господу, и вы увидите, какие изменения произойдут в вашем внутреннем мире, какой покой наступит в вашем сердце. Читая псалмы, мы видим, что псалмопевцы встречаются со множеством скорбей и, находясь посреди этих скорбей, обращаются к Господу, который является прибежищем в любой скорби. Доверие – это на самом деле выбор самого человека, выбор признать Бога Господом в своей жизни, Господином при любых обстоятельствах. И очень важная мысль, что если доверие не проявляется в скорби, то, скорее всего, доверия нет и вовсе. Именно в состоянии скорби проверяется, насколько вы доверяете Господу. Псалмопевец говорит, «Защит, прибежище мое и защита мое, Бог мой, на которого я уповаю». И это вытекает из его опыта, прошлого опыта жизни, общения с Богом. И поэтому так важно на протяжении всей своей жизни постоянно проявлять доверие Господу, чтобы, когда наступят трудные времена, вам было на что опереться. Один из самых трогательных образов, который используется в связи с этим, это то, как птица собирает своих птенцов под крылья. Псалмопевец говорит, что он находится в тени крыл Господа. И эта метафора приносит утешение, она вселяет уверенность, она подразумевает защиту, как птица-мать защищает своих птенцов. И Господь тоже сравнивается в Писании с орлом, который охраняет своих птенцов своими крыльями, и с наседкой, которая собирает птенцов под свои крылья. Иисус тоже использовал этот образ, когда обращался к Иерусалиму и говорил, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов своих собирает под крылья. И этот образ матери, квочки такой, которая собирает своих цыплят, чтобы защитить их, он передает вот эту трогательную защиту, заботу Господа о каждом из нас. Поэтому нам так важно доверять Господу. И я хотел бы задать вам вопрос, пожалуйста, ответьте в комментарии, все-таки, когда случается в вашей жизни скорбь? Что помогает вам продолжать уповать на Господа? Что помогает вам доверять Богу, что тень крыл его покрывает вас, и что все будет у вас хорошо? Поделитесь, будет интересно прочитать и ободриться вашим опытом. А сейчас давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас любишь, за то, что Ты нас охраняешь, оберегаешь. Мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, который так напрямую, открыто провозгласил, «Я хочу собирать вас, как птица птенцов под крылья». Помоги, Господи, чтобы у каждого из нас был этот опыт, чтобы каждый из нас приходил к Иисусу. И благослови, Господи, чтобы все мы ощущали постоянно Твою заботу, защиту и верили в то, что Ты рядом с нами, даже когда в нашей жизни что-то происходит не так. Мы благодарим Тебя за Твое великие обетования и благодарим за Иисуса Христа, который сделал для нас возможным приблизиться к Тебе, нам грешным, к Тебе святому. Хвала Тебе да будет вовеки, Отец Небесный. Аминь. Аминь.